Всем добра! Здравствуйте! Прошло три сезона с того момента, как был приобретен вот этот мотоблок Нива МБ-2 в комплекте в заводском и к нему дополнительное навесное оборудование. Это видео может быть полезно тем, кто только собирается на следующий сезон приобретать такую технику и не знает что купить, что ему нужно, что ему не нужно. Сейчас вкратце обо всем расскажу. Итак, по порядку. Мотоблок Нива МБ-2 с двигателем Briggs & Stratton американского производства. В комплекте вот такие колеса у него идут с елочками. Про эти я потом расскажу. Также в комплекте у него идут вот такие фрезы. Так, что еще? В комплекте больше ничего не было. Значит, по мотору у меня есть отдельное видео, почему именно с этим мотором. Потому что у меня есть еще две газонокосилки с таким же и никаких проблем с ним не возникает. И вкратце сейчас про замену масла. Пойдемте покажу. Значит, вот в комплекте к нему шло вот такое моторное масло. Значит, я заливаю вот такую категорию. Не смотрите на торговую марку. Она может быть любое. 10W-40. Но самое важное не это. Видите, здесь 10W-30, здесь 10W-40. Вот так называемый ГОСТ. Видно здесь? API-SF. Это международный стандарт. Видно в камеру? Вот. Смотрим. Значит, здесь API-SN. Вот это важно. Значит, что это означает? Что вот это масло ниже категории, чем вот это. По международной вот этой классификации, чем ближе вот эта после S буква к концу алфавита, тем более высокого качества масла. Видите, здесь N, здесь F. То есть F в начале алфавита, N ближе к концу. Значит, это масло гораздо более высокого класса. Значит, на этом масле у меня газонокосилка ходит уже 15 лет. И как бы там мне не писали в комментариях, да ты осел, да ты баран, ты ничего не понимаешь. Надо покупать только масло, которое в магазине для мотоблоков продают. Все это развод продавцов. Потому что вот это масло будет в три раза дороже, чем вот это. Автомобильного масла хватает слегка для того, чтобы надежно работал мотор. Также сразу с мотоблоком был куплен вот такой прицеп. Очень полезная вещь в хозяйстве, как мы все понимаем. И особенно если у вас участок достаточно большой, как у нас, то удобно переводить мусор, там ветки, ну все что угодно. И также был куплен вот такой снежный отвал. Но как показала практика в том виде, как он продается в магазине, ну им очень сложно пользоваться соединение с мотоблоком. Но об этом у меня на канале есть отдельное видео. Кстати, обо всех этих деталях, обо всех переделках, ссылки на видео будут в описании внизу. Кому интересно, тот может посмотреть и подробно ознакомиться. Итак, посмотрим, что я еще дополнительно купил. Сразу с мотоблоком. Лук, пахать землю. Картофель-выкапыватель. Самый простой, самый дешевый. Значит, вот это прицепное устройство, штатное. Значит, вот так это цепляется. Лук прицепляется. Это, соответственно, к мотоблоку. Вот это картофель-выкапыватель. И еще приобрел, сейчас не смотрите, тут вот это не отсюда. Я дальше расскажу, что такое. Двухрядный окучник. Но как показала практика, с мотоблоком им пользоваться невозможно. Поэтому я это все переделал. Вот это прицепное также сюда. Понимая, что грязь, снег распутится, вот такие грунтозацепы были коплены. Они же на грядках работают. Сейчас я рулетик возьму. Значит, их ширина 38 сантиметров. Ну, в смысле диаметр. И ширина 20 сантиметров. Ну, в каких-то делах они помогают, но не везде. Об этом тоже есть видео на канале. Переходите по ссылочке внизу в описании и смотрите. В дальнейшем был приобретен еще вот такой инструмент. Это называется щепорез. То есть в саду опавшие ветки. То, что вы подрезаете. Кусты, прутики всякие расщепляются на щепу. И потом все это можно эмульчировать. Кусты, грядки. Очень удобно, потому что сжигать все это просто очень муторно и долго и много. Вот. Соединяется он спереди к мотоблоку. Вот сюда вставляется ось от мотоблока. И ремнем с этой стороны соединяется с фланцем на мотоблоке. Вот здесь у меня сейчас закрыто. Это уже дальнейшие доработки усовершенствования. Об этом будет следующая серия. Я пока, чтобы вам голову не забивать, прикрыл. Об этом щепорезе тоже у меня есть целое видео. По ссылочке заходите, смотрите и все будет понятно. Ну вот, за лето у нас получилась вот куча, видите, всяких веток. И весной мы это на щепорезе все переработаем. И прекрасно все это пойдет на грядки и под кусты. Ну, на этом сегодняшнюю серию завершаю. Вкратце рассказал про те вещи, которые были куплены изначально. Продолжение будет в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Всем пока!